Депутаты парламента должны принять беспрецедентное решение и перенести выборы. За 35 дней до начала регистрации был отравлен основной кандидат на должность президента Республики Абхазия. Над нами сейчас, на мой взгляд, нависла особая ответственность перед будущими поколениями. Если политический террор, так же, как и раньше, на протяжении 25 лет присутствовал в нашей жизни, у нас есть возможность благодаря депутатам парламента закончить это сегодня. Если депутаты парламента, вольно или невольно, не примут данные обращения жителей села Тамыш и общественности Республики Абхазия, они помогут злоумышленникам решить все свои проблемы. Я надеюсь, у нас хватит силы, вови, духа выстоять здесь на мирной акции и поддержать депутатов парламента, чтобы они поддержали своего коллегу прежде всего. Спасибо. Если власть примет решение идти наперекор, мнению большой части афгазского народа, то, конечно, вся ответственность будет лежать на власти, на президенте и на тех, кто не проголосовал в Тропу. Спасибо. Вы знаете, что произошел теракт в отношении видного государственного деятеля Аслана Георгиевича Абжания с целью устранения его от президентской кампании. Если бы этого не произошло, у него были все шансы стать будущим президентом Абхазием. То есть это ясно политическое водоплеко всего этого. И в связи с этим я пришел сюда, поддерживая требования общественности, в частности его односельчан, села Тамыш, о переносе выборов на осень для того, чтобы дать возможность Аслану Георгиевичу встать на ноги, реабилитироваться и участвовать на общих основаниях в президентской кампании. Перенеся выборы, мы добьемся стабилизации обстановки в стране. Мы не намерены действовать агрессивно. Сам Аслан Георгиевич Абжания всегда против был агрессивных каких-то действий. Он говорил всегда о законе и говорит, мы надеемся и желаем ему скорейшего выздоровления. От наших парламентариев, еще раз повторю, мы ждем объективное, моральное решение, законное. Мы не просим ничего незаконного. Перенос выборов, если парламент принят подобное решение, оно будет законом. И мы вас поддерживаем, господа депутаты, ждем вас, вашего ответа. Более 500 человек задействованы в Министерство внутренних дел Республики. Все находятся сегодня для того, чтобы не был нарушен общественный порядок. Мы хотим, чтобы сохранялся порядок, законность. Мы все за это. Конституционный строй в Республике не должен быть нарушен. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...